А что застройщику пожелаете? Вы все понимаете, да, что здесь не пиво? Ну, здесь, наверное, хотели что-то спрятать или замуровать, как суровые зарубежные строители. Видите арматуру в монолитных перекрытиях? Главстрой умеет строить. Дверь толкают со всей силы, чтобы сюда зайти. Они его просто, друзья, не сняли. Что это здесь не работает, друзья? Здесь нет ручки. И такая дребедень каждый день. Комфорт-классом это точно не назвать. Друзья, это стыд и срам. Катурили двоечники. Здесь уже пошла ржавчина. Купили бы здесь еще раз квартиру? Нет. Вроде что-то делают. Едем вниз. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. И сейчас вы будете смотреть вторую часть обзора про жилой комплекс «Северная долина». И, в частности, 21 квартал. Хочу выразить большую благодарность тем, кто внимательно смотрел ролик и правильно сделал замечание в комментариях. И был еще один очень интересный комментарий, когда моя подписчица написала, что в 21 квартале уже, соответственно, дворовая территория почти как в Грёна-Лунт. Или как в Грёна-Лунт. Вот сделаю такую вставочку сюда на экран. И, соответственно, что-то нужно приехать через полгода и посмотреть. Но я не стал ждать полгода. Я же говорил, что будет вторая очередь. И я уже приехал. И сейчас с высоты мы немного посмотрим на 21 квартал. А потом пройдемся, прогуляемся и разберем все нюансы строительства. Первое, конечно, что отметишь, это широченные дороги. Сделано все для того, чтобы нужно было комфортно заезжать и выезжать с микрорайона. Видно, что все-все-все, вся эта территория застраивается. Вот, сданная первая очередь 21 квартала. Здесь рядом с домом идет стройка, вбивают свая. Ну, соответственно, или уже вбили. Здесь вот видно, что машина, которая как раз сверлит, делает бурные бивные сваи. Это парковка. А вот здесь мы видим территорию. Ну, сказать, что это похоже даже на Грёна-Лунт, у меня язык не поворачивается. Погулять, да, и настолько все это сделано грамотно и красиво. Да, вот эти вот горки, насыпи. Все как-то так вот прямо глаз радует. Для людей. Для людей, да. Ну, и все-таки нам, мы же все-таки глазами, да, живем. Нам очень важно эстетическое восприятие. Ну, естественно, мы сейчас это с вами рассмотрим все вблизи. О, вот так, смотрите, обратите внимание, как стало сразу значительно лучше видно. Значит, по фасаду. Если мы посмотрим с вами на фасад здания, то на первый взгляд, знаете, вот мне кажется, что он смотрится симпатично. Но у меня сразу есть несколько вопросов. Ну, первое, соответственно, вот у кого-то есть французские балконы. Да, это прикольно. Но я, например, лично боюсь высоты. Я бы на него в жизни бы не вышел. Мне реально страшно. И самое главное, это то, что пройдет какое-то количество лет и такой пестрый фасад уже будет смотреться, знаете, таким, как старая детская игрушка, что-то такое из прошлого. То есть все яркие конструктивные элементы, они интересны на данный момент. Знаете, была там розовая ванна, к примеру, модно. Да, и все сделали там ванну из розовой плитки. Но проходит год, и она уже не модна. То же самое здесь. Сейчас, возможно, такой фасад в тренде. Но, конечно, через какое-то время это уже будет не тренд. Ну, можно сказать спасибо застройщику, что он как-то подумал, сделал, все это обыграл. Но по мне нужно было сразу брать нормальный, хороший, качественный кирпич. Это может быть клинкерный кирпич, и он смотрелся совсем по-другому. Но тогда бы и цена самой себестоимости застройки, естественно, бы увеличилась. И застройщик бы заработал меньше. Но давайте, друзья, меньше слов и больше дела. Спускаюсь вниз и идем прямо к этим домам. И будем все внимательно смотреть, разбирать. И, возможно, пообщаемся с жителями. Один из домов по Заречной улице. Но первое, конечно, это большие цифры входных групп. Здесь можно отдать должное застройщику. То есть все вроде нормально. На следующее, что сразу я обращаю внимание, это, видите, заляпанные первые три уровня фасадной кладки. Здесь уже пошла ржавчина. Здесь почему-то, да, вот видите, под, соответственно, самой дверью видно, что что-то не закрыто. Вот тоже в углу ржавчина. Кусок провода просто торчит. Здесь голый бетон. И одно и самое главное, что я говорил до этого. Вот оно. Вот оно, монолитное перекрытие. Сделано оно немного по диагонали. Вот здесь, кстати, сверху видно, что косяк строительный. Вот, обратите внимание. Замазали, то сделали, соответственно, криво. Вот это все не должно быть так. Да, понятно, что у них есть какой-то проект, но должно быть сделано для людей. Что здесь сразу можно отметить? Первая парковка для велотранспорта. Скамейки. Такие современные урны. Не трехэтажный пандус, а уже нормальный подъем. А для того, чтобы было, смотрите, обратите внимание, удобно людям с коляской заезжать. Видите, положили кусок опалубки, потому что, видно, вот по этим зубьям, которые здесь положены, вот эта плитка, это для людей с ограниченными возможностями. Соответственно, сделано для них. Здесь мы видим скамейку. Современная система допуска. Вот с такой большой камерой. А? Да, надо. Здравствуйте. И, соответственно, мы здесь, друзья, с вами видим, что, наконец-то, есть табличка. Поэтажная табличка с нумерациями квартиры. Я знаю, что если мне нужно 39-я квартира, то это седьмой этаж. Нам открыли дверь. Заходим. Здесь большой плюс, что есть сетка, которую можно вытереть в непогоду ноги, грязь останется там. И она сделана в уровень с основным уровнем пола. Проходим этот тамбур. Тамбур это здорово, потому что натекает горячий и холодный воздух. Но сразу видим нюанс. Видите вот эти два пробитых штукатурки? А, там у нас мокрый фасад, утеплитель. Соответственно, ограничитель двери был такого качества, что его сразу снесли. И поэтому происходит вот это. Постоянно будет дверь ударяться. Сейчас, соответственно, она ударяется. Вот здесь остался элемент крепления. Заходим дальше. Здесь вид уже такой приятный. Запах цемента. Мы видим вот такой кирпич первобытный. Смотрится классно. Здесь можно сделать классную селфи-зона. Есть какой-то указатель. Здесь указатель. Вот мне, знаете, не хватает обычных нормальных человеческих указателей, где будет написано. Лифт находится там. Почтовые ящики там. Выход там. А у них вот куда, что. То есть вот туда то ли это лифт, то ли что они хотят. Есть скамейка, зеркало. Вот эти открытые элементы под коммуникации. Здесь электричество проходит. Интернет, все такое. Пожарка. Блин, ну сделано ты. Ну, извините, уродско сделано. Другого у меня реально слова нет. Пожарные шкафы. Было когда-то опечатано. Благо есть рукава, есть какое-то количество мусора. Ну и тут мы, соответственно, понимаем, что-то закинули строители. Заказ, наряд от 19 июля 21 года. Профиль, штукатурка там и так далее. Ну, блин, вообще, конечно, слов нет. Зачем брать сюда это закидывать? Непонятно. Давайте посмотрим с вами вот здесь. Есть колясочная. Она открыта. Вообще здесь по-нормальному, чтобы... Ну, понятно, что когда все делается, не делается для того, что люди будут воровать. Но так как мы живем в России, хочется, чтобы это закрывалось. Либо на замок закрывалось, либо, соответственно, был магнитный ключ. Но здесь... Что у нас с доводчиком? Доводчика даже нет. Он тут был или его тут не было? Да, тут был доводчик. Я не знаю, его то ли демонтировали, то ли его, соответственно, украли. Крепление есть, доводчика нет. По контуру такое ощущение, что он стоял. Ну, могу ошибаться. Почтовые ящики. Смотрятся красиво, современно. Они идут разноцветные. Застройщик заморочился. Здесь идет классная такая наклейка. Которая мажется, что ли? Ну-ка. Кстати, это не наклейка. Это, знаете, такое ощущение, что был двухсторонний скотч приклеен. Окрасили и потом его сняли. То есть, ну, прикольно смотрится. Есть, соответственно, контейнер под спам. Это очень важно. Но вот трубу отопления могли бы спрятать. Трубу, кстати, теплую. Окрасить нормально, сделать крепление. Красиво сделать. Красиво. Но спасибо, хоть растут цветочки. Это радует глазу. И вот после вот этого помещения, вот это смотрится уже очень уныло. То есть, первое у меня вопрос к самому цвету краски. И даже, может быть, не больше цвету краски. Вот если бы это было бы ровное, понятно, застройщику пришлось бы лучше это делать. Потому что, когда вот такая поверхность, можно сделать все криво и косо. Это, кстати, видно и здесь. Вот он угол такой весь, все плывет. И, соответственно, просто окрасит. Было бы ровное поверхность, смотрелось бы, друзья, совсем все по-другому. 21 квартал, Северная долина, бла-бла-бла, куча рекламы, уборка, интернет. Ну, пойдемте. Ну, вот задолженников мало. Вот это уже радует. Пойдемте смотреть. Идемте в лифтовой холл. Лифтовой холл. Здесь мне нравится, что, смотрите, они, во-первых, проходные. И здесь, не как в предыдущих проектах, катакомбы, по-другому мне это не назвать. Ну, вот заходим сюда. Первое. Раз какой-то шкаф не понравился. Что вот здесь такое? Для чего это вообще здесь нужно? Что тут они прячут? Цифра 1, первый этаж. Здесь шкаф. Вот тоже, что это? Это нельзя было как-то по-другому спрятать? Мне непонятно. Вот я, например, на это смотрю. Вот это мне нравится. Это красиво. Круто сделали соотношение вот по цветам это кирпич. И, соответственно, обрамление лифтов. Есть у нас, вижу, это отисы. Здесь у нас есть на каком этаже находится какой лифт. Кнопка вызова одна. Нажимаем кнопку. Вот он на первом этаже. Заходим. Лифты, соответственно, у нас сейчас закрыты. Едем на 16 этаж. Стандартный отис. Название квартала. Двери закрываются тихо. Есть видеонаблюдение. Значит, вот первое. Да, обшито USB. С одной стороны, это все правильно. Но если, к примеру, бы это бы сделали красиво, кроме USB, здесь был бы красивый баннер, написан 21 квартал, там, добро пожаловать домой, смотрелось бы все нормально. Здесь видно, что уже за короткое время все просто убито. То есть все вот за... Везде расписано вот эта дурацкая реклама. Понятно, это не застройщик, это больше, наверное, к управляющей компании, но и к людям не нужно обращаться по таким надписям. Нормальный строитель, очередь стоит, и никто дополнительно ничего не рекламирует. Заходим в 16 этаж. Значит, вот у нас вход. Могли бы здесь вход написать. Вот здесь видно, что либо это заделывали, либо это была протечка. Открываем дверь. Вот где-то вот здесь, либо вот здесь должна была быть табличка с нумерацией квартир. Одни квартиры такие-то налево, такие-то направо. Здесь этого нет. Заходим. Двери стали интереснее. То есть здесь даже выкрас, знаете, чем-то напоминает, как Сэтл делает, застройщик Сэтл Групп, как-то уже смотрится по-другому. Широкий полотно двери окрашено, такой, знаете, ну приятно, прикольно, такой матово окрашено. Ну тут сразу видим, да, что достаточно низкий уровень потолка, система пожаротушения с запорной ароматурой, с клапаном вывода отработанного воздуха. Ну все смотрится, конечно, это так себе. Опломбировано, опломбировано. Ну раз там есть. Да, вот, ну-ка, сейчас посмотрим, будет видно. Есть, есть. Рукава пожарные есть, это здорово. Современные счетчики. Вот видите, люди меняют дверь, скорее всего, не устраивает шумоизоляция. Ну вот, конечно, да, когда у тебя, вот ты открываешь дверь, и она до конца вот так может открыться, а дальше нет, вот мешает. Ну понятно, я уже как-то в одном комплексе говорил про вот эти звонки, сколько они стоят. Это одни из самых недорогих звонков. Ну спасибо, что хотя бы есть нумерация квартир. Вот здесь мы видим, да, что вот так, наверное, будет лучше видно. Что подмазывали, что криво, косо. И вот знаете, такое ощущение, что штукатурка, знаете, штукатурили двоечники. То есть как-то наляпаны, видны вот подтеки. Но смотрится по мне это не очень так хорошо. Также вот к этому забрал у меня вопрос. Вот смотрите, вот обычная стенка. Такого светло-светло-светло-тожелто-бежевого цвета. Почему вот это не выкрасить такой же цвет? Или почему, например, не сделать как цвет дверей? Да, тогда бы это смотрелось по-другому. Ну блин, здесь никто не заправился. Купили самый недорогой, поставили, есть. Ну спасибо, что хотя бы есть. И то, что клапан закрыт тоже этим забралом, а не то, что он когда открыт, и вид, конечно, совсем такой, не очень суперский. Значит, так как мы на последнем этаже, у меня есть вот такой электронный помощник. И мы сейчас с вами замерим высоту потолка, друзья. Значит, вот лазерная рулетка. И обратите внимание, что прямо в бетон. Не в провод, а в бетон. Что потом мне говорили, что я что-то сделал не так. 2,58. Ну, полагаю, в квартирах аналогичная ситуация. Выйдем на переходной балкон, и выйдем с вами на лестничные марши. Значит, здесь у нас тоже есть небольшой тамбур. Это здорово, это правильно. Здесь мы видим систему отопления. Ну, во-первых, она должна быть на расстоянии от стены. Здесь она вообще, смотрите, практически впритык к стене. Сделана неправильно. Трубы отопления, знаете, такое ощущение, что здесь кто-то пописал на стенку. Сверху вниз. Вот видим уже стаканы. То есть вот эта труба, и в ней проходят трубы отопления. Так они все ржавчине уже. То есть они забили ржавую трубу, сверху подкрасили, а ржавчина все равно пошла. И она пойдет дальше. И вот это место, сюда вот смотришь, вот на это все, вот после той даже, вот можно сказать, там красота, а здесь просто унылый дом. Вот это помещение для того, чтобы вы здесь могли спрятаться от пожара. Почему здесь радиатор отопления закрыт? Почему его до сих пор застройщик не расчехлил? Мне вот честно непонятно. Если не сделал застройщик, почему не сделал Лаука? То здесь следы какие-то влаги были. Что-то здесь протекало. Вот он, клапан. Сюда подается свежий воздух. Должен быть еще отток воздуха. Есть экстренный вызов. Вот здесь в коробке мы видим пожарку. Почему она открыта? Вот у меня сразу вопрос. Почему она открыта? Почему есть сюда доступ? Почему здесь находятся посторонние предметы? Вот этого здесь точно не должно быть. Видно, да? Вот смотрите. Они сверлили, все это нападало, все это так осталось. Обычные, пластиковые, убогие короба. Вы сами смотрите. Вот так разве должно быть в новом, современном, сданном доме? И где 21 квартал Северной долины? Вот как вот это? Что это такое? Как вообще вот так нужно сделать? Вот смотрите, обратите внимание. Он уже давно, провода выскочили из паса, открыты. Это ж не дети лазут, не вы сюда приходите, жильцы. Это так сделал застройщик. И так обслуживает управляющая компания. По мне вот это. Обратите внимание на сетку. Друзья, это стыд и срам. Так не должно быть. Смотрится просто здесь такое ощущение, что уже пожар реально случился. Ладно, идем дальше. Выходим. Переходной балкон. Здесь молодцы. Сделали стяжку хотя бы с наклоном. И сделали, видите, они ее утрамбовали, что не как обычно стоит кусок стяжки, она просто со временем, причем очень быстро начинает разрушаться. Кирпич. Кирпич смотрится красиво. То есть нормальный кирпич, то есть разные разобрали, то есть сделали. Но смотришь, и это пестренько. Знаете, есть жилой комплекс на Комендантском, легенда Комендантского, и все жители называют эти дома Винегретом, потому что там глаз на лоб лезет. Металлическое ограждение. Держится крепко. Монолит, когда выливали, обратите внимание, что сделали его не по 90 градусов, он такой идет под углом. Но почему он открыт? Почему здесь он открыт? Почему его не закрывают? Еще раз давайте объясню. Вот смотрите, на улице минус 10. В квартире плюс 22. Соответственно, где-то должен быть мостик холода. Он либо будет за фасадом, либо здесь у вас бетон промерзается с одним коэффициентом. Кирпич, соответственно, по-другому совсем промерзает. Тем более там есть утеплитель. Вот это будет в полу, где как раз принято самое-самое холодное место. Ну, теперь давайте смотреть сверху, прямо на двор, который сказали, как у Грёна Лунд. Но если сравнивать, вот прям с высоты смотреть на то, что делал застройщик до этого, конечно, здесь очень круто. Но все равно даже отсюда видно, что деревьев просто нет. Совсем небольшое расстояние до соседних домов. Здесь буквально 25 метров. Вот минимум есть, и его, соответственно, делают. Достаточно высокие дома, достаточно плотная застройка. Ну, вот, например, мне лично вот это расстояние, то, что я вижу, там соседские окна, как-то не напрягает, да, потому что вот здесь видно, там частный сектор, понятно, с ними ничего не сделают. Но могли бы как-то делать, знаете, вот эти свечки, по мне, вот это нормальное решение, да, там вот одна подъездные дома. Но когда вот такие здоровые дома, они высоченные, все это такое нагромождение идет, ну, по мне, это, конечно, ну, не так хорошо, как, в принципе, должно быть. Дальше специфическое решение, вот по мне, очень специфическое. То есть смотрится это красиво, да. Но обратите внимание, как экономит застройщик и как получает сверхприбыли при строительстве. Соответственно, что сделали? Просто тупо уменьшили площадь остекления. Обратите внимание, во-первых, вот здесь на лоджии видно, что достаточно узенькая дверь. Вот, смотрите, вот видите, где пальцы мои. Соответственно, здесь, наверное, сантиметров, я полагаю, 60, может быть, 70, но это мало. Нормальная створка должна быть минимум 80 сантиметров, а по-нормальному почти метр. Соответственно, вот оно, вот оно бойница, вот оно бойница. Блин, ну вы поставьте туда пыли, ну что ли, люди, чтобы они отстреливались от фашистов? Ну, для чего так делать? Мне, честно, непонятно. То есть вроде что-то хотят изменить, а при этом все не могут сделать. Вот эти переходные балконы, да, для кого они? Для чего вообще вот этот переходной балкон? Это для того, что на случай там, если не работает лифт или пожар, ты вот мог пройти и зайти вот сюда. Где лестничный марш? Здесь большое спасибо застройщику, что есть хотя бы нумерация 16 этаж, ты понимаешь, если ты пойдешь пешком, на каком ты находишься этаже. Значит, лестничные марши мы видим такие же, как и в других проектах, хотя бы все закрыто. Комфорт-классом это точно не назвать. Это обычное экономное жилье в обычном экономном доме, где более-менее сделали такую красивую оберку только для того, чтобы вы приобретали здесь квартиры. Не хочу сказать, что здесь плохо. Хочу сказать, что просто это недорогое жилье, и как бы застройщик не старался на данной этапе делать красивое лицо, но не получилось у него. Вот куча-куча вот таких моментов, которые, соответственно, бросаются в глаза. Нажал на первый этаж с 15-го и проверяем, как работает, если вдруг вы застрянете в лифте. Нажал. Вызов принят. Ждите ответа. Да, здравствуйте. Проверка звука. Как меня слышно? А я куда позвонил? Подскажите, пожалуйста. Управляющая компания? Ну вот вместо того, чтобы, знаете, по мне попасть в лифтовую компанию, как я всегда считал, что это будет, то мы звоним то в управляющую компанию, то в диспетчерскую, которая обслуживает все соответственные дома. Вот мы вышли из этого же дома, только вышли во двор. Первое, что бросается в глаза, что если у тебя есть ребенок и есть коляска, в которую ты его возишь, то когда ты выходишь, тебе нужно преодолеть вот такую достаточно высокую ступень. Здесь у нас какое-то... А, это у нас для техперсонала. Можно лапки животным помыть. Ну и здесь, конечно, хранится всякий хлам. Здесь, соответственно, есть лежаки для того, чтобы отдохнуть, позагорать. Ну, я даже не буду полагать, что сделан заход и восход солнца. Получается, застройщик понимает, что солнце встает оттуда. Это очень важно. Он специально поставил, чтобы... Ты ложишься утром в 8 утра, у тебя солнце как на пляже, прям четко тебе светит. А вечером ты стоишь уже черный, отлипая. Вот видите, здесь уже где-то что-то не так. Где-то что-то потеряли, выкопали. Да, то есть еще дом был не построен, в принципе, а рябинки уже стояли. При таких работах должно быть минимум ограждения, информационное табло. Здесь этого ничего нет. Но зато есть вот такая палка, которая называется либо кустарником, либо деревом. И она высохла, растет прям у елочки. Вот здесь уже, конечно, большие деревья, листики опали, хоть это радует, но по мне деревьев маловато. Зато, кстати, вот это, смотрите, здесь прикольно. Это деревянная скамейка. Здесь даже зимой можно будет сесть, они не такие холодные, как, к примеру, металл. И есть стол. То есть вот я присел, можно посидеть, там, выпить воды или еще что-то сыграть в шахматы, в шашки. Ну, прикольно. На самом деле, вот, что-то хотели сделать. Вот это такое, знаете, эко-пространство, обычная плитка, по которой очень неудобно ходить, потому что здесь большие отверстия, но зато красиво растет травка. Она вот так растет и прорастает как раз в этих отверстиях. Если по ней идти, конечно, особенно если это будет девушка на каблуках, ей будет очень некомфортно. Ну, вот еще, видите, вот здесь когда-то, может быть, и было ограждение, но такое ощущение, что совсем не очень. И выкопали, я не знаю, что здесь будет, электрику, деревья еще сажать, пока непонятно. Соседний дом. Первый подъезд. Парадные, как вы говорили, что это парадные, он, наверное, не питерские, друзья, но какая-то парадная. Парадные, это в царских домах. Они красивые, мощные, большие, с каминами. О-о-о! А вот вам, вот вам и качество. Вот, обратите внимание, смотрите, это нижний уровень, то есть здесь вход на тех этажи. Значит, здесь, соответственно, вот там есть такой приямок, куда, самая низкая точка, то есть туда должна уходить вся вода. И даже вот здесь видно, что по уровню, что как раз вот так и получается. Там глубже, а тут вообще сухо. Но почему не работает погружной насос? Почему это никуда не уходит? Вот здесь у меня, соответственно, вопрос. Чтобы сотрудники управляющей компании знали, где вход в подвал номер один, написали это вот маркером. Потому что от застройщика нет нормальных указателей. А вот здесь, смотрите, не хватило кирпичика. Вот здесь прям красавцы. А вот здесь тоже красота. Обратите внимание, как все быстро заржавело. Ай да застройщик. И вот здесь, отсюда, как раз отлично видно, что какое тонкое монолитное перекрытие. И 20 сантиметрами здесь точно не пахнет. Но они, в принципе, должны были быть. Такое ограждение, заборчик. На нем, это что у нас, дикий виноград, да, или, да, дикий виноград, похоже. Смоется прикольно, особенно, когда это все зарастет. И мне нравится, что вот это, знаете, она конструкция такая легкая. То есть, тебе нет ощущения, что ты в тюрьме, что там какие-то металлические, здоровенные прутья, чтобы ты уж точно не выбрался из своего супердома. Слышите звук? И такая дребедень каждый день. Вы только представьте, когда здесь все заселятся, сколько здесь будет людей. А вот сейчас мы с вами, друзья, увидим, как нравится вот это булыжник автомобилистам. Припаркованы автомобили слева и справа, потому что здесь с парковкой настоящий трешняк. И для того, чтобы проехать, нужно одной стороной автомобиля выезжать вот на этот булыжник. Контейнерная площадка под сбор мусора. Вот по мне она смотрится неплохо, но могли бы, конечно, сделать лучше. Потому что вот это металл и вот он уже, местами вот он сгибается, то есть нет ограничителя и металл гнется и смотрится, конечно, это уже не очень дорого. А вот еще один автомобиль, который так же едет, обратите внимание, вот по этой брусчатке. Для чего было так делать? Ну, не очень-то понятно. Мне бы, например, было бы понятно, если бы сделали большую парковку с нормальным коэффициентом хотя бы 0,8 по отношению квартир, а не так, что у вас там миллион квартир и всего лишь там 10 тысяч парковочных мест. Поэтому вот здесь все-все-все в дальнейшем будет просто заставлено машинами. Вот даже сейчас будний день и обратите внимание, что это первое полное дня, а вот где можно припарковаться, везде все заставлено, друзья, машинами. Смотрите-ка, и здесь тоже вырыли. Вот, надеюсь, посадят еще деревья. Очень надеюсь. Да, размах, конечно, здесь огромнейшая территория у комплекса. Здесь вот эта плитка и она неудобна, потому что вот вы ногой когда сажай, вот сюда попадает пятка или носок, очень неудобно. То есть смотрится это стильно, смотрится это прикольно, но когда здесь ходишь, то не очень удобно, ну и не дай бог ребенок может споткнуться и упасть. Вот эта штука прикольная, дети ее очень любят. Есть горка, есть вторая горка, но вот здесь уже смотрится намного прикольнее. То есть вот этот двор, но понимаете, очень много, обратите внимание, что очень много домов, очень. А детских площадок на самом деле не так-то и много, как хотелось бы. Но зато классно, что есть огромная песочница, этот песок можно везде разносить, вышка сотовой связи на уровне раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестой, седьмой этаж прямо в окна бьет. Вот эту всю территорию я показывал сверху, вот с того дома, с 26-й этаж, если не ошибаюсь. Ну и вот все, как это, друзья, смотрится вблизи. Тут огромное пространство, большая пешеходная зона, есть уличное освещение, недорогие фонари могли бы сделать нормальные, современные, светодиодные смотрелось бы совсем по-другому. К примеру, вот на этих островках посадили бы нормальные, красивые деревья с большой кроной, но это дополнительные расходы застройщику. Второй подъезд, дом 291, корпус 1, второй подъезд, 25 этажей и количество квартир. Получается, здесь, кстати, у нас немного, всего лишь 5 квартир. Нормально. Заходим, тот же предбанник, колясочная с велосипедными. А что нас здесь ждет за сюрприз? Ну вот, заходишь, смотрите, большое количество места. Вот здесь колясочная, то есть, те желтые круги, чтобы башкой не ударились в стекло, то есть, здорово. Можно посидеть, отдохнуть. Здесь почтовые ящики, то есть, пришел, присел, открыл, посмотрел на квитанцию. Значит, общая площадь квартиры 69,10 квадратных метров и к оплате 3647 рублей 67 копеек. И это люди здесь не живут, друзья. Чтобы нам подняться к лифтовому холлу, нам нужно, соответственно, преодолеть часть ступеней, но когда у вас есть ребенок и есть коляска, соответственно, ее нужно поднимать и тащить сюда, потому что здесь даже нет пандуса. Но есть лифт для маломобильных групп населения. Значит, не работает. Вот мы представляем, пока ждем, будет ответ или нет, я не знаю, но вот вы приехали, у вас кто-то есть на коляске, к примеру. И для того, чтобы поднять, это нужно вот кого-то дождаться, а этот кого-то не отвечает. У нас принято. Ждите ответа. Да. Понятно, что вы столько долго ждать не будете и просто это все попрете на своих руках вверх. И вот это очень неправильно. Очень неправильно, я считаю. Лифтовой холл. Вот здесь, смотрите, что не хватает. Мне не хватает надписи. Лифт здесь, выход там. Первый этаж. Здесь у нас три лифта, два пассажирских и один грузовой. Две кнопки вызова. Ну-ка, приедет. Да, обратите внимание, что можно отдельно вызвать грузопассажирский лифт. Это здорово. Мы поедем на пассажирском и поедем на последний этаж, на 25-й. Погнали. 25-й этаж. 25-й этаж. Да. Понятно. Класс. Ну, кто-то снял крепление. Повернул цифры. Я вначале даже подумал, что кто-то пьяный. Вот здесь совсем небольшое пространство. Когда будет тепло, соответственно, здесь будет душновато, потому что здесь нигде не видно, чтобы была вентиляция. Это у нас пожарный датчик. Не дай бог пожар, он должен сработать. Как он будет срабатывать, если он, во-первых, висит, а не нормально закреплен в данном доме. И частично он тут закрыт скотчем. Мне, честно, это непонятно. Видим стеклопакеты. То ли это под замену, то ли люди меняют. Вот здесь какая-то система оповещения стоит, и она почему-то в малярном скотче закрыта. Здесь она тоже закрыта. Здесь мы видим огромную дырку в стене, откуда выходит провод. Но потом даст. Напишите, скажите, что здесь все классно, и они сделают суперски. Вот это все окрашено. То есть, знаете, смотрите, просто так побрызгали кое-как штукатуркой. Вот здесь видно следы механического воздействия. То есть, где-то что-то они тут подравнивали. И, конечно, когда смотришь, вот красили, все неровно, все криво. Ну, вот не знаю, почему же они так все это делают. Заходим в межквартирный коридор. Здесь та же самая ситуация. Вот здесь нет плитки. Обратите внимание, вот как заходят провода. То есть, ну, вот это должно быть все закрыто от общих глаз. Короб, видно, уже отходит. Вот здесь открыто. Почему так? Почему это не закрыть? Почему те, кто заходит сюда, почему они это не закрывают? Вот здесь, конечно, плюс, что небольшое количество квартир. Раз, два, три, четыре, пять квартир. Есть датчик или нет? Ну, да, вот видите, датчика нет на движение. Свет здесь не горит, и здесь достаточно темновато. И здесь, обращаю внимание, совсем другие двери установлены от застройщика. Они здесь... Так, друзья, смотрите. Вот здесь, как в том доме мы видим, они вот такие практически черные. А здесь, видно, на эти две квартиры не хватило. и они здесь такие темно-коричневые. Вот даже вот на камеру видно, что отличаются. Вот здесь видно уже, здесь шов идет технологический. Разный материал, не соблюли технологии. Вот она, вот он пошел разрыв. Вот видите, вот это. Это разрыв. То есть расходится штукатурка, дальше еще пойдет трещина, и потом все это будет валиться. Они, значит, что происходит? Сюда закатывается специальная машина, под давлением подается вот эта штукатурка сразу с краской. То есть вот они все заляпали, закрыто было плохо, и вот они это окрасили. Ну, соответственно, по-нормальному это нужно оттирать. Ну, зачем нам оттирать? У нас, в принципе, и так нормально. И так люди примут свои квартиры, у них и так хорошо. Вот здесь, видно, уже кто-то живет. Что смотришь, вытирай. Поменяли дверь. Здесь тоже поменяли входную дверь. Вот видите, кто-то стройматериал осталил. Офигеть здесь штукатурки. Просто огромное количество штукатурки. или чего это столько. Ну, вот смотрите, здесь нет ручки. Оп. Слушайте, а дверь вообще ни в одну, ни в другую сторону. Тяну, она все не идет. Ну, здесь также открыто. Оп. Заходим. Чей-то чемодан. Старая кофеварка, мусор. Ручки нет. Вот она просто не идет. Вот в этом помещении люди должны спрятаться, не дай бог, от пожара. Будем звонить. Понятно. Вы понимаете, да? Что это здесь не работает, друзья. Не работает в 21 квартале, в новом доме. Вот. Обратите внимание, она очень плотная. То есть, она даже до конца не закрывается. Здесь будет в холодное время постоянно дуть. А вы за отопление платите свои деньги, которые заработали честным трудом. Все вот эти жители, чувствую, ругают из-за того, этого застройщика, что настроили такие огромные, огромные пчеловейники. Вот она, базовая вышка, сотовые связи. Здесь достаточно нормальные стоят дома. Все давно обжито. Территория, кат, нормальный заезд, выезд. И граничит это все вот с такими огромными, просто огромнейшими домами. И хотя бы качественно бы строили. Вот смотрите, здесь окно открыто. Здесь какая-то щель видна ржавчина. Вешали вот так, поняли, что не так, повесили как надо. Могли бы срезать. А, и так пойдет, у нас же и так примут. Значит, здесь у нас лестничный холл. Вот видите, скотч. Они его просто, друзья, не сняли скотч. А здесь уже живут люди. Вот вы считаете, это нормально? Красили, накрасили лестничные марши. Для чего? зачем? Вот здесь видите, эта штукатурка нападала. Убрать? Зачем? Не надо. Вот здесь видите, слышите? Там утеплитель, гипсокартон, утеплитель и вот эта штукатурка. И вот какими-то пятнами. Блин, почему сразу хорошо не сделать? Мне, честно, вот знаете, вот этого непонятно. Почему у строителей такое отношение? вот здесь, что-то делали, не доделали. Ну, вы все понимаете, да, что здесь не пиво? Понятно, надеюсь. Вот это точно не люди принесли, это еще от строителей. Вот, не дай бог, сильный ветер. Вот этот кусок, если прилетит, то, может быть, беда. А вот здесь у меня вопрос. Очень было бы интересно попасть на кровлю и посмотреть на ее качество. Ну, вот видите, битое стекло, вот красили, осталось. Здесь какие-то пакеты с чем-то. Ух ты, блин. Тут у нас открыто. Это у нас техэтаж. Достаточно низко, но здесь, наверное, хотели что-то спрятать или замуровать, какое-то послание в цивилизации будущим людям, которые будут сносить эти унылые дома лет через 20-30 и строить здесь прекрасное современное жилье. Да, вид такой, знаете, вот. Вот, да, новый дом сдали, да? Вот так это все. То есть, тепло-шумоизоляция должна быть нормально закрыта, чтобы скотч держался, он должен быть скотч на скотч хотя бы в натяжку. Здесь, во-первых, ну, вот вы сами видите, даже говорить ничего не нужно, но хотя бы, знаете, электрика идет в гофре хотя бы, это криво-косо, но в гофре, можно сказать, шумоизоляция, теплоизоляция есть, хабарики есть, смотрим, что здесь. Ну, соответственно, для того, чтобы вы сюда не прошли, видно специально, здесь нет ручек. Вот что здесь, что здесь делали со стяжкой, почему она вот такая вся убитая, друзья? Почему? Низкий уровень, все убито, вот это, вот эти места, сейчас подойду вам, покажу, смотрите, это техэтаж, вот это вентиляция сборная, отсюда весь теплый воздух поднимается на техэтаж и выходит вот сюда. Здесь сверху сетка, для того, чтобы сюда никто не пробрался. Вот видите, строители здесь что-то оставили, это канализация, это выход наверх, чтобы работала вентиляция, потому что, если закрыть, то все, то канализация не будет работать. И вот здесь, как в обычных панельках, допотопные технологии, вот этот металлический квадрат, сварен из металла, вот здесь мы видим следы влаги, соответственно, когда идет дождь, вода сюда попадает, чтобы она не попадала на техэтаж, для этого и есть вот этот испаритель. И вода через какое-то время, из-за того, что здесь тепло, она просто испаряется. Вот это одно из самых теплых помещений. Вот здесь видно, что строители что-то разбирали, соответственно, упаковка осталась и осталось это так. Вот это не обрезано, ну вот это, сами понимаете, приходит пожарный инспектор, все это видит и прилетит штраф, за который кто заплатит. Все правильно, заплатите вы. О, окно я так открываю. Ох ты, господи. Ветер-то какой сильный. Вот можно и стройку посмотреть, друзья. С нового-то ракурса. Ну, в общем, с одного подъезда я прошел во второй по кровле. Тут очень низко тяну, туда не пойду. Ну, вот смотрите. Как вы считаете, вот это должно быть открыто или закрыто? Вот это закрыто, видите, должно быть на два. Замка закрыта на дно. Вот здесь вопрос к стяжке. Что вы такое? Как вы качественно так и сделали, что она просто вся раздолбилась? И вот здесь тоже, да? Вот здесь тоже что-то спрятали строители. Интересно только что. Как классно. Вот видите, вот видно, где ходили, все протоптали, а вот здесь все в грязище. Вот эта неотмытая краска. Главстрой умеет строить. Красавцы. Красавцы. Да, вы что думаете? Умеют они строить или нет? Погнали вниз. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. На третьем этаже, конечно, как у лучшего застройщика, можно видеть огромное количество стеклопакета, мусора, дешевых подоконников, гипсокартона и арголита. Но нет информационного табло, не понимаешь, на каком этаже находится лифт. Пожарная зона. пошли смотреть вот смотрите пожарная зона дверь толкаю со всей силы сюда зайти вот смотрите да обратите внимание друзья вот она пожарная зона клапан вот так должно быть или нет здесь пахнет канализации причем очень сильно пахнет вот здесь тоже все открыто проверяем вот так смотрите что потом не написали что я не нажимал да не дай бог не дай бог друзья у меня у честно то увиденного нет слов видите арматуру монолитных перекрытиях от как считаете должна она здесь быть или нет если обратить свое внимание знаете такое ощущение что вот здесь части монолитные перекрытия кто-то погрыз они были настолько голодны что ели бетон суровые зарубежные строители здесь видим фасадную стену технологически должны были быть отверстий но здесь просто нет части кирпича то есть должны были нормально красиво закрыть но видно мастерства зарубежных строителей на это не хватило это на данный момент выглядит именно вот так второе место и здесь мы видим аналогичную ситуацию вау смотрите какая труба значит ее смотрите сюда смонтировали и немножечко такую сняли фаску наверно для красоты пойдемте смотреть что это за чудо устройство о это чтобы отсюда уходила вниз вода но вот вот у меня друзья нет слов просто нет слов здесь у нас все открыто заходите гости дорогие а вот там на должны были быть вот такие же решетки но почему-то на них не хватило наверное денег и решили сдать дом без них да вот такое конечно решение достаточно специфического например для парковки автомобилей да наверное неплохо когда растет травка смотрится немножко по-другому хоть не все в асфальте но здесь вот вот смотрите например вот на этом протяжении кроме вот такого умершего кустарника который в принципе должен идти сплошную линию просто ничего нет его здесь похоже даже не сажали здесь посадили а и так нормально хватит а вместо окон бойницы вот только посмотрите какие немаленькие здесь играют ваши дети а здесь закручивают свои спасибо главстрой за наше счастливое детство александр здравствуйте благодарю что уделяете свое драгоценное время для того чтобы ответить на вопросы которые интересуют зрителей если здесь жизнь как таковой жизни в этом районе нет хватает от управляющей компании конечно ответственности они много что не делают мы оставляем заявки боремся не реагируют на заявки они не реагируют на заявки с мусором были проблемы не убирали не моют дома кстати жалуются достаточно много все у нас есть группа они не убираются по графику но я думаю что здесь проблема в самой управляющей компании что они не хотят платить деньги работникам плюс нас еще наши дома не поставили не заключил застройщик или управляющая компания кто там должен заключать с петроэлектросбытом то есть мы уже там с апреля месяца живем и нас ни одной квитанции засвет еще не было то есть потом надо будет заплатить грубо говоря уже за полгода того сами петроэлектросбыт обращались поэтому мы обращались что говорят не говорят о том что ждите пока управляющая компания заключит договора с нами то есть просто так собственниками они договор заключить непонятно по какой причине обращались уже многие ну вот это вот одна из проблем новых домов не знаю как других районов города новостройках но у нас вот это такая глобальная проблема да они там садят деревья заново а вот эти ямы здесь они паука поле то будет деревья сажать до части да где-то будут деревья но понятно они еще одевают воду то есть у нас если посмотреть питанцы заводу тоже много интересует месяц ну 36 кубов холодной воды пока что с управляющей компании это основная проблема утром как доехать отсюда куда-то на работу можно или нет если куда-то недалеко есть до транспорт есть одна маршрутка которая ходит там хорошо мне в центр на работу в офисе доехать до парнас маршрутки да но маршрутки достаточно часто ходят есть маршрутки есть то есть в очереди не нужно стоять и нет и не сказать что транспорт полностью забит ну 10 минут вы честно те но не в обиде как говорится сколько маршрутка до парнаса стоит 45 45 рублей так не слабо за такой маленькой расстояние ну то есть да если съездить в город допустим на работу туда обратно 200 рублей 200 рублей уходит до наших домах квартиру уже были с отделка уже с отделкой как отделка от застройщика много было косяков или их вообще не мы принимали сами были небольшие недочеты глобальных нет но в процессе они конечно обнаружились не сказать что все плохо но в принципе нормально да есть какие-то недочеты потому что где-то пол неровный стены трубы кривые это уже сама коробка по самой отделке в принципе неплохо есть косяки именно которые были сделаны рабочими то есть где-то неровно уложен ламинат где-то немного плитка неправильно уложена как это правильный плитка уложена они и другой стороной а пустоты пустоты то есть она не плотно туда это полосли если ее простукивать там есть по гарантии обращались застройщику обратились нет нет еще что в стадии благоустройства квартиры поэтому пока что глобального ремонта не затевали по гарантии допустим с окнами проблемы они ждут уже практически полгода и кстати обратил внимание что во многих домах огромное количество стеклопакетов стоит на этажах как раз меняют они что они меняли и почему-то них кстати не вывозят а вот вы обратили внимание мы обращались на этажах стояли они убрали все в одно место но дальше они это никуда не убирают ну не совсем понятно работа куда они это берут не уберут вообще что они с этим будут делать шумоизоляция есть квартире шумоизоляция есть ну такая средняя то есть допустим входная дверь и хорошо изолирует потому что когда работала пожарная сработала пожарная сигнализация мы ее не сразу услышали а когда открыли дверь было очень тогда услышали то есть дверь нормально но у соседей сверху слышно с водой с отоплением есть проблему но отопление вдали но не в полном объеме то есть если даже батарея вы сейчас включены на полную греет плохо с водой пока проблем нет со светом принципе тоже купили бы здесь еще раз квартиру а где бы купили в пригороде нас выиграть вот правильно на самом деле хочется просто больше зелени мы жили до этого другом районе в калининском и понятно что район новый тут садят деревья в каком-то промежутке времени там через пять-десять лет здесь достаточно будет зелено на данный момент хорошо если посмотреть на вашу территорию вот здесь вам посажены деревьев как вы считаете их достаточное количество или хотелось бы больше или бы наоборот меньше пока что и достаточно сейчас на данный момент конечно хочется больше зелени потому что ее не хватает в городе тем более здесь куда ни посмотри одни высотки недалеко есть парк садоводство но садоводство там такое посмотрим дома такие хорошие построены то есть не лачуги какие-то люди там полагаю застройщиков третьем колене уже проклинают там я думаю что скоро уже все будет не так хорошо там обещают сделать дорогу для вас для района для района застройщик обещает застройщик обещает не знаю когда это будет нам тут обещают парку же обещает делает там его обещать 2010 года а где обещают парка кстати как дуга идет у меня сможет там забор это осени там все гулять собаками как у шашлыки там же и пруток у нас как него там обещали между домами здесь что будет дом школа детский сад не знаете ли парк и должен быть еще один дом еще один дом а вот здесь еще одни соседи малида там будет стоять дом также боком на закрытой территории с нами там еще несколько домов по идее там должны открыть дорогу неизвестно когда это будет сейчас есть паркинг полик машина место не знаю как на самом деле добираются мне кажется это достаточно тяжело стройку добраться до своей машины что застройщику пожелаете застройщику выполнение своих обязательств полной мере перед своими клиентами которые в первую очередь приносит им деньги они на нас хорошо зарабатывать и без стройки так сказать это свою управляющую компанию вы имеете это застройщику управляющей компании пожелаю чтобы они все-таки следили затем если они хотят получать деньги и хотят чтобы люди своевременно платили услуги они должны работать люди должны видеть за что они платят праве есть дешевле квартиры но если когда мы вы покупали квартиру выбирали у нас было как бы в первую очередь все-таки немного хоть какая-то инфраструктура и близость к метро относительно других районов закадом где квартиры на порядок стоит дешевле где можно купить там духовно там без машины тяжело но там без машины тяжело да и если там дети детский сад школы тоже далеко добираться здесь в принципе есть до несколько учреждений но не переполнены строить садик ну жильцы об этом нет я снимал обзор как раз рассказывали да тут на самом деле в проекте еще тоже там и детские сады и школу тоже проекте в проекте это все мы конечно но у нас пока детей нет но конечно тяжело тему кого есть дети куда-то возить и так далее поэтому в принципе конечно если есть деньги покупать надо квартиру там где хорошо жильцена есть все рядом и детские сады и школы и метров насти метро и конечно инфраструктура лучше большому спасибо что очень много кстати интересного рассказали полезного и я полагаю что те кто посмотрит то думает о приобретении он как раз задумается подумает и примет для себя правильное решение спасибо большое решение будет правильно да спасибо хорошего дня про цены планировочные решения я рассказывал в первом ролике ссылку оставлю в описании и вот здесь сверху чтобы вам было удобно его посмотреть и понять сколько и чего стоит ну на этой оптимистической ноте пожалуй надо заканчивать друзья всех рад был вас видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи друзья а Продолжение следует...